всем добрый вечер сегодня я расскажу как с помощью данных из крота сделать вот такую красивую визуализацию в бокс лире это файл из предыдущего видео где разрезе хорошо виден только один туннель а бокс лир позволил выделить еще два туннеля с один центральный туннель которым вы знали видели его на радарограмме и еще один параллельный туннель и не один небольшой находится в углу этой радарограммы из перенесемся сейчас в крота это уже готовая подготовленная к моделированию нарезанные профиля я установлю просто то здесь видно на разрезе что присутствует объекты вот один вот второй вот параллельный профиль этот же это же аномалия здесь этот объект здесь и этот объект здесь и также эти объекты присутствуют и на первом разрезе нажимаем построить в этом кротет отображается и план и разрез двух сечениях по оси x и y так сейчас здесь показана сетка профилирования 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 профилей то есть эта сетка состоит из 11 профилей шаг между профилями один метр шаг измерения 20 сантиметров так самый верхний срез это глубина около метр шестидесяти пяти есть некоторая депрессионная такая поверхность на этой глубине ты можно здесь лицезреть неровная поверхность и идем ниже глубину около двух с половиной метров спускаемся кликаем здесь же на этих же поверхностях и у нас появляется туннель часть туннеля вот есть небольшой сигнал вот есть под ним кратное отражение большой туннель в этой части сейчас я пытаюсь найти здесь же эти параллельные туннели которые пересекают вот один вот мы его подловили вот это туннель вот четко здесь этот туннель вот на пересекающемся профиле вот туннель который должен быть в середине разреза а я не выставил уровень нуля уровень нуля очень важно уровень нуля и выставляю поправка по глубине сейчас у нас кровля примерно кровли этого туннеля 277 и вы видите этот тоннель отлично отбивается через весь через всю эту площадку здесь можно угадать допустим вот такое направление еще один тоннель сейчас мы на него кликнем кликаю и смотрю что на пересекающихся плоскостях то есть вот у нас есть сигнал кратное отражение вот небольшой то есть кратник небольшой гиперболы опять же мы видим прекрасный сигнал от гиперболы от туннеля посередине и вот в конце этой площадке тоже вот огромный тоннель под поверхностью около двух метров как-то как-то он опускается спускается вот зонка здесь находится хорошо что сейчас этим делаем в новом карте есть функция чтобы сохранить все эти данные с координатами x y и z и со значением по амплитуды что для этого нужно сделать для этого нужно зажать shift и после нажать кнопочку сохранить после этого выбираете название файла текст формат и нажимаете сохранить сохранить у него будет долго сейчас он пересчитает все все эти значения все координаты и сохранить их уложит в этот текст формат так программа посчитала сохранила вот это наш файл структура нашего файла у нас есть x y z наносекунды амплитуда и время измерения вот все эти данные здесь красиво для каждого профиля по каждой наносекунде огромный огромный файл если бы если этот файл который сейчас был сохранен в текстовом формате открыть бокс или со всеми со всеми примочками которые обычно используются то вместо такого красивого такой визуализации у нас получится нечто такое что мы привыкли видеть эта сетка какие-то бульбы что-то непонятное что некоторые хейтят и кричат то есть здесь информацией но что я нашел советовали замечательную бесплатную программу которая называется cloud compare вот так это абсолютно бесплатно бесплатная программа используется всеми любителями различных лидарных технологий и эта программа работает с массивами данных с точками и я могу наш текст и файл открыть здесь как облако точек то есть вот то есть программа абсолютно бесплатно можно зайти пайпа погуглить и скачать то есть открываю файлик который вот был сохранен выбираем как у нас разделяется данные между собой то есть игнорица значение которые не нужны то есть я игнорию наносекунды и игнорию время и оставляю xyz и амплитуду после нажимаю окей мне все подходит программа считает все что мы видим мы теперь видим точки но если сделать так а потом сделать вот так то уже будет немного поинтересней далее играетесь с цветовой гаммой находите что вы хотите видеть чего вы не хотите видеть фильтруйте находите то тот параметр где вы будете видеть наиболее количество больше количество аномалий вот сейчас можно заметить кто-то заметит кто-то не заметит и теперь в этом виде снова сохраняйте файл ваш сохранить как помимо это сохраняем вот фигура два клауд название профиля название профиля сохраняем соглашаемся оставляем cloud compare и идем в отмокстер оставляем этот для сравнения это посмешище открываем новый файл вот наш фигура два клауд открываем 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 что у нас есть тут xyz и scolor field все вроде подходит все нормально окей идем по знакомому пути гридер 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 и и и и и и изотропики инверс все сохраняем как здесь нажимаем начало гридер есть состоялось теперь transform форм подключили теперь коробка есть теперь коробки оси есть теперь трансформу я рекомендую подключать мне по крайней мере нравится подключить фильтр к фильтру подключить из surface и посмотрите что у нас сразу получается так из-за surface беру rainbow 2 и начинаем колдовать в и и подключим к и и и и и и и и и у нас появляются некоторые объекты и здесь уже нужно очень точечно выбирать значение потому что если вводить ползунком это все всегда сильно большие значения проскакиваешь когда что-то красиво визуально получается то есть я здесь визуально смотрю что получается и уже непосредственно руками забивая значение на сколько единиц я хочу поменять это отображение так по поводу отображения там уже каждый сам для себя решает насколько оно подходит шейт самая оптимальный вариант так сейчас еще немного я уменьшу этот компонент чтобы только остались вот эти туннели в чистом виде что еще можно из серфейс вот этот скопировать с этими же значениями но выставить у него lines здесь поменять немножко все меняется руками вся работа руками в результате должно получиться вот такая картина где есть два туннеля я вернусь в код в карте это будет видно примерно таким образом я поставлю послушный послушный вот бокслер крот немножко не идеально но можно доводить то есть 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 еще над чем работать нет такой суперской суперского совпадения но для тех кто любит визуализацию это такой плюс большой если где-то видно это ошибку то напишите в целом вот такой путь нехитрый путь из крота через cloud compare с красивой визуализации в окселе сейчас я еще сделаю не за серфейс напрямую в трансформ беру фильтр и посмотрим можно ли прибегая ко всей этой ерунде сделать то же самое напрямую через трансформу вот как будто вот тут что-то видно можно так еще немного вот появляются какие-то очертания сейчас сейчас я подключу и на серфейс и как будто оно все львло 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 рядышком и даже что-то в чем-то получилось нехитрый прием для для того для чтобы ваши презентации чтобы презентации выглядели более дружелюбными и не рвали глаза ваших клиентов с и и старый добрый крот еще один примерчик вокслер и крот борьба за место под солнцем попытка выводить подобное из из карта может кому-то данные карта покажется поинтереснее к сожалению я не знаю как без потерь отрезать верхний кусок но как видно здесь тоже просматривается нечто подобное также можно покрутить в карте видеть вот эту зону центральную видеть эту нижнюю часть вот она также раздувается здесь и какой-то слабая зона хотя большая аномалия есть вырисовывать крот не пасет задних и плане 2d плюс визуализации все еще силен всем кто смотрел и слушал удачи задавайте вопросы лайкайте подписывайтесь жмите колокольчики берегите себя а 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